Открываю Доброго дня Спрашивайте, что нас интересует Если у вас на посту кофе Кофе? Шиномонтажечка, автомат есть Я спросил не на шиномонтажечке Нигде ты здесь по окраине На посту у нас нет Чай тоже? А кипяточек? Кипяточка нет Не хочу Ух 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 Что вы мчитесь без оглядки Не смотрите вы, пожалуйста, с высока А по небу прокатите нас, облака Мы помчимся в заоблачную даль Мимо гаснущих звезд на небосклоне К нам неслышно опустится звезда И ромашкой останется в ладони облака Инспектор, а вы знаете, что ваш протокол откуда отменил? Что вы бросали? Простановление Знаете это, членок? Не, я не знаю, мы суть от всего недоводы уважаем А я посмотрел видео, как вы здесь бандитизмом занимаетесь на этом протоколе Бандитизм? Да, вы же человека хотели играть Надеюсь Пошли у девочки интервью возьмем, что она тут убирает А я уже спрашивал у нее, говорю, что на работе? Она говорит, да, что не бачит, не видно Всё, да, что ты убираешь? А я сейчас не остановлюсь Пошли у кучу Это облака, что ты будешь убраться А я что-то убираю Это облака А я что-то убираю Бандитизмом Немного Саша Бандитизмом И прожит Девочка грамотная. Пальчик средний может уметь показывать. Показала пальчик? Серьезно? Да. Что вы мчитесь без оглядки? Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас. Облака! Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас. Облака! Облака, а что вы тут лазите? Смотрим, мы... Что лазим? Тут табличек никаких не висит насчет служебного помещения. Выйдите, пожалуйста. Не надо заходить здесь. А что? Дверь открыта? Думали какой-то барабан. Что вы злитесь? Я не злюсь, дверь не для вас. А где кого-то? Что у нас любить? Отлично. Любовь еще быть может. Мы любим скульпторов. Хотим взаимно... Не сорите, пожалуйста. Но я не сорю, это не я, я сейчас уберу. А кто это тянул? Это не мой. Бобы. Я вас прошу, пожалуйста, не сорите, поубирайте за собой то, что вы набросали. Я не сорил. Я только что убрал даже... А кто кушает? Не только я, все едят. Ну смотрите, что вы по-моему делали. Так все едят. Это я? Нас здесь много. Ну я вас вовсе не беру. Я убрал даже после себя. Я все в руку и все выкидывал. А вы кем будете? Тихо. Я хотел бы ему решение сюда ставить и запись в книге жалоб. Можно? Я в книге жалобку напишу и вам поставлю там. Пойдем. Записать? Да. Отзыв в книге жалоб. Кого записал? Отзыв оставить в книге жалоб. Можно? И отзывы. Положительные. Какая разница? Слышно, что положительные. Вот. Ну вы прочитайте об этом. Здесь не ешь. Глеб. Так, ну что, ребята, вы же взрослые ребята. Ну что вы лузкаете здесь семечки? Вы же как будто в столовой. Действительно. Как будто в столовой. Вы же не в столовой, правильно? Стоите здесь, кушаете. Надо уважение иметь. Кушаю. Я что бутерброд достал. Да ну как и лузкаете здесь, разбрасываете. Совете на территорию стационарного поста. В лицо, пожалуйста, не тихайте. Не мешает ваша камера. Можно я поставить, да? Можно я поставить, да? Спасибо. Можно я поставить, да? Весене, что он бежал, так это не писал. Чья это запись? Твоя? Не, не, я сюда не писал ничего. Не писал, а что туда не писал? Да зачем? Надо всегда писать. Я сейчас напишу. Теперь у меня все открыто. Как там инспектора фамилия? Поруб. Как? Поруб. Поруб, да? Инспектор Поруб. Значит, инспектор Поруб. Проносить публичные извинения. Нашему колее. Публичные извинения будет майор Свирска проносить. Ну и поруб тоже. Можно будет и поруб. К заявлению приложи копию этого. Постановлено. Постановлено. А, постановлено. Чтобы приняли дисциплинарные меры в отношении этого инспектора, что он незаконно создал внутренний материал. Куда-то пописит. Это дело вкладываешь, инспектора рапортом сдают Адамовичу. Адамович рассмотрит, вынесет законное правильное решение, накажет инспектора строго, и инспектор не будет больше создать незаконных баловаться. Да. Кстати, я хотел отметить. Посмотри, какая красивая книга жалоб у нас в Херсоне. Да. Были в Харькове, в Днепропетровске только что. Такие книги некрасивые. А у вас такая красивая книга. У нас подшита. Реально. Подшита. Четко графы заполнит. В Днепропетровске нам не давали книгу больше часа. Пока не вызвали 102 и других в 3 часа ночи. Когда все приехали, только потом нам дали книгу. Так не давали. Первая завязала, да. Все, кстати. Ну отлично. Не то, что? А видел в Писочине книга жалоб? Не видел. Просто в клеточку. Тетрадка. Тетрадка. Ну большая тетрадка пронумерованная. Ну я не выходил. Инспектор, я бы вам хотел бы объявить благодарность, если вы у меня угостите чаем. А то я пощелкал арахис. И теперь вот сильно пересохла корень. Ну честно, я хочу книгу «Благодарность», если вы у меня угостите чаем. Министр просто говорил, что можно обратиться с… Мы бы угостили вас сейчас. У нас угостили. Черт. Привозите свой чай. Мы вас увидим. А у нас там чай. А мы когда полгода назад приезжали в Запорожье, то инспектора сели на патрульный автомобиль, поехали купили чаю, сахар. У нас угостили. Это правда. Мы написали три благодарности. Инспектора получили поощрение. Материальное, я могу прошу. Ну конечно. Не всегда жалобишь получать. Так, благодарность напишем. Ребят, вас очень много. Выйдите, пожалуйста. Ну, не вопрос. Есть человек, который… Мы всегда хотим зафиксировать, да? Выйдите, пожалуйста. Он и сам зафиксирует. Я просто представитель этого человека. Я могу показать нотариальное доверие. Вы не хотите остаться? Нет. Мы останемся с оператором. Он зафиксирует. Он просто, ну, вдруг глаза давит. Я журналист на сцене не ест. Я верю, что он журналист. Он отдыхает на посту. Можно же? На посту. Я посижу. Вы же принесли меня съесть. Я думаю, что два человека. Владислав Юлианович. Силу вы посадили, а сейчас выгоняете. Значит, в конце надо будет еще указать, что в письменном ответе, в месячный срок, надо отдать ответ. Ты ходишь на свой адрес. Я покину, как бы, если не будем. Да, да. А вот просто наши журналисты хотят отдохнуть. Долгорода, 700 км проехали. Очень устешно. Конечно. А, я думаю, это доска почетна. Кстати, там на верху просто новое помещение строится. Да? Наверху? Да. Это что-то с трупами, наверное, лучше целиться. Сверху. Леву, праву, со всех сторон. Да. О, если пятихи, да? Да. Я здесь не один, не надо мне одного снимать. Сюда снимаем. Да. 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 А мы, получается, хотели так. Очередные затопы и запорожили через вот эту дорогу. А здесь уже после, поедем, поедем. Ну да, мы не найдем чаши. Серьезно, выедем. Хотите, можете мне пару чай закинуть, если у вас там тесно будет? Да нет, у нас там шерно стол посередине. Кожаная сидит. Триб сварился. Это же Т-4. Это, наверное, это королева, глян. Да? Да. В автомате. Столик. Кофе, чай. Потанцуем. Хорошо. Мы к Стопарку с Харькова материалы передали. Нет. Мы, конечно, не поняли, заедем на фон к инструкторам, что у нас там чай, получаем мат и метрец. Очень, очень хороший инструкторам будет. Ну, как бы министр сказал, как вам можно угостить чай. Ну, тогда было холодно, мы просто ехали с дороги. Он говорит, можно? Можно. У него просто ситуация какая-то. Мы едем, едем. Паста нет или нет. А потом раз, и Дипропетров, скрасочек, и все. То есть сигареты ваши лежат? Я не курю и вам не советую. А я тоже не курю. Ну, я же не знаю, вас тут так много, что за вами не уследишь. Вы обвиняете нас в чем-то? Да. Я вы... Миша. Да. Не надо. Инспектор, разрежем. Завозил сюда Третерезникова? Нет. Зачем? Пусть люди познакомятся. Да. Что там Третерезникова? Ну, он разъяснил 12-10 пунктов. Все, как вам говорил человек. Ну, вот как человек говорил. Я просто не знаю, что человек говорит. Я говорю, что нельзя здесь за 12-9 создать протокол. Почему? Дополнительное ограничение скорости. Дополнительное на желтом фоне. На желтом фоне временное, если вы знаете, инспектор. Вы уже хотели? Временное. 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 Давайте я вам покажу. В пункте правила 12-10 написано временные знаки и перечисляются эти знаки, которые у вас стоят. Подожди, Виталик. Там что-то новое. А где есть? Подожди. А? То есть вы подвергаете компетенцию судьи под вопрос. То есть судья некомпетентен в этом вопросе, а более компетентен ваш инспектор, у которого три класса образования. Нет. Ну, вы не оскорбляйте. Не оскорбляйте. А чего не оскорбляйте? У меня же практика. У вас три класса образования. Да, три класса. Действительно. Я знаю инспекторов, которые наркоманами были в Херсоне, а потом стали инспекторами. Я знаю. Не надо всем судить, одному всех судить. Ну, может не надо. У нас написано, что додаток. Постановок суда и разъяснение журналисту Куралеву, стосовных знаков в 14-й травме. Для ознайомления и... Я понял. Виталий Адамович разъяснил инспектором ДИИ. А что Адамович? Главный Адамович, тут же Боредько. Ну, Боредько на... Нет, не Боредько. На втором боксторе. Правильно. И Боредько ответственный бы поставил? Или Адамович? Нет, Адамович по всем поставил. Правильно? Я же не заблуждаюсь? Волчицкий Виталий Адамович, вы знаете, кто такой аж сотрудник? Конечно. Не знаю. Виталий Адамович, не хотел спросить у инспекторов, как они относятся к такому движению в Харькове, которое произошло по поводу таких вот магазинов. Инспектор, можно у вас поинтересоваться? Просто мы были в гостях в Харькове. Ребята там, общественная организация, называется СтопХаб. Вот клеят такие наклейки тем, кто неправильно притраковался. Это нормально? В статьях, как бы, в газетах было. Ну, как вы просто интересно к этому относитесь? Ну, есть в Харькове общественная организация, называется СтопХаб. Они, кто неправильно притраковался, водитель, инспектора, клеят, получается, такие наклейки. Вы поддерживаете? Ну, вот здесь такая наклейка. Мы просто сейчас увидели с этими ребятами и нам дали наклейку. Только по украинскому поводу. Я считаю, что это неправильно, что они паркуются там, где хотят. Нет, а наклейка, это правильно или нет? Можно? Это такая наклейка, но это украинская наклейка. А что Джейско вам было? Ну, покажи. Вот такую наклейку нам дали ребята с общественной организацией СтопХаб в Харькове. То есть, они клеят такие наклейки те, кто не хотят припарковаться по правилам дорожного движения. И, то есть, задний вопрос. Перепаркуетесь, не перепаркуетесь? Если отрицают как-то, или, допустим, наоборот, отрицают свою ответственность и не хотят перепарковаться согласно праву, то такие наклейки в Харькове клеят на лобовое стекло или на заднее стекло. Просто сегодня мы были в Харькове. Инспектор наклеили патрульный автомобиль? Да. Инспектор генерически отрицал, что он заедет на переклёстке. Ему наклеили. И приехал ответственный и сказал, что это правильно. Если инспектор нарушил, он действительно нарушил 15-9, значит, вы правильно поступили. То есть, общественная организация поучаствовала. То есть, как? А кто приехал по званию? Целый майор, да? Подполковник. Подполковник. Не, мы просто к вам хотели показать, как такая вещь. Да нам пару штук буквально дали. Подполковник нужно наклеить. Мы наклеить? Вы хотите себе наклеить? Не надо. Не надо. У нас вроде бы без нарушений мы стоим. Вы понял. Вы по правилам просто припарковывали. Без нарушений. Задали вопрос. Не надо мне в лицо. Если хотите снимать, пожалуйста, отойдите чуть в сторонку. Вы действительно мешаете мне своими действиями. В чем? Ну, мне неприятно. Чего? Ну, неприятно, когда мне камеру в лицо тычут. Он мне тычет. Он же не вот так вот держит. Ну, а как? Я прохожу, он мне в лицо тычет. Пожалуйста, не навязывайте мне вот эти все ваши действия. Хотите снимать, вопросов нема. Снимайте, ну, только чуть дальше, пожалуйста. Я же говорю, я иду, вы мне вот это прям в лицо тычете свои видеокамеры. Даже не в лицо, я же вам показал. В лицо это вот так вот. Это 5 сантиметров от лица. Я рассматриваю в лицо. Это 2 метра, понимаете? Да. Каждый по-своему рассматривает. Правильно? Нема определенных постоянных. Но вы не считаете, что тут... Вот зачем вы вот это? Я же говорю, в лицо не тычете камеру. Вот так вы с темночкой подошли. Я говорю, пожалуйста, отойдите. Хотите снимать, отойдите чуть дальше. Снимайте на расстоянии меня. Мне неприятно, что у меня, допустим, снимайте близко лучше. Мне этого неприятно. Ветер, кто их выбрал? Машину, возьми. Установка к работникам. Возьми машину. Устанавливает, кто الهند. Понимаете... Устанавливает. 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 Пожарmals. Покажу эти знаки, чтобы показать, но они подумали, что я вас обманываю. 3.29, это вот у вас остановлено. 3.29, да. А на желтом фоне это в стране 2. А дополнительные, это которые дополняют основное ограничение на дорогах. А не на желтом. Любой знак, который ограничивает скорость дорожного движения на дороге, на которой есть уже скорость. Это дополнительный знак. Свинюх, иди жалобу сюда. Свинюх, иди жалобу сюда. Все. Так, все, вот вам. Подожди, это же Костя наш оригинал. Чего? Или копия? Это копия, наверное. Это копия. Понятно, задание, задание. И у нас просит. А можно у вас все рыбаку сделать? Это у вас бумаги нет. Костя, а то уже... Костя, а то уже... Да, на 4, на 4. Да, Костя, да. Можешь оставить здесь резникова ты. А я себе сделаю, да? Компенсию думал. Давай, поставим. И мне ее сделаю. На шарик? Да, все я здесь, все я написал. Да, только я выпил, потому что уже был шарик писал. Слышно. Так что, показать вам правила гриминальные. Не надо. Так, это постанова суду. Постановлю наставлять, пожалуйста. Конечно. Постановлю. Зачем? Ну, как же. Там все указано. Ну, есть номер постановы. Да, есть. Все у них есть. Я не же седонным судом прислать постановление. Все у них есть. Куда? Все забрал, все? Нет. Копию. Сопию, копию. Ну, да, вот. А, все. Так, ну, в основном оставляете, да? Да. Да, в основном оставляете, все это все. Читает, включает. Оставляете. Куда же, вы видите, где резко, правда? На двух лет. Просто понимаете, в чем изюм? Когда общественная организация подходит к гражданину, да? Да. Ну, не снимайте меня. Это просто его работа, данный оператор. Просто я, я, два стола хочу сказать просто. Смотрите, когда общественная организация подходит к гражданскому, она же не может составить протокол, постанову, да? Да. Мы можем только наклеить наклейку. А в вашем случае, когда вы подходите к гражданскому человеку, который переприкоен согласно, не согласно правам дорожного движения, тогда вы можете вставить на него протокол, постанову. Понимаете, что он потратил 10 минут и стер, да, эту наклейку. Это, ну, как бы мелочь по сравнению с тем, что он может получить штраф от 255 до 340, постанова. То есть у вас просто больше полномочий. А общественная организация, у них гораздо меньше полномочий в этой ситуации. Поэтому все, что было продумано... Я ничего не написал. Мы сейчас просто подождем Визновича, чтобы он дал интервью по этому поводу, что отлинил постанову. Мы подкинем прилегающую территорию поста. Кому вы подождете? Визновича, ну, который оставил жалобу, он просто в туалет пошел. Сейчас в туалет у вас белая будка. Когда было составлено, когда отменил, все признали незаконным и теперь инспектор должен понести наказание. Значит, 9.04.12 года на этом посту на меня был составлен незаконный протокол за нарушение пункта правил 12.9. Значит, по этому протоколу 20.04 года было вынесено постановление майора милиции Херсонской с вирсой. Значит, и 22 мая вот есть решение суда, где сказано, что постановление призвано незаконным. То есть, ну, оспорены действия инспектора и инспектора админпрактики, который вынес постановление. Все. Спасибо.